Всем привет, это FreeStudio21.com. Продолжаем разбирать книгу о фразовых глаголах, и мы уже на шестом юнити. И здесь задание более-менее классическое, как всегда, что-то там заменить, что-то там дописать. Но в чем суть? Суть в том, что мы все знаем, что фразовые глаголы обычно считаются более неформальными, чем обычные слова. Так ли это на самом деле? Действительно, на начальных этапах развития людям говорят, что фразовые глаголы – это разговорный язык, а все остальное – это вроде бы как литературный. На самом деле, естественно, реальность немного сложнее. Есть фразовые глаголы, которые можно считать литературными и официальными. Их употребляют во вполне серьезных изданиях, и в текстах, и в нормативной базе даже, и все такое. Есть фразовые глаголы, которые, конечно, желательно не употреблять в деловой корреспонденции особенно. Но тем не менее, особенно в последние, ну скажем так, наверное, четверть века, разница между формальными и неформальными фразовыми глаголами почти стерлась. Если вы посмотрите в учебнике образца 30-х годов 20-го века, там, естественно, будет написано, что это неформальная, informal style, и что never ever, не употреблять, если, не дай бог, у вас там деловая переписка. Сейчас это не так актуально, поэтому, если вы не можете вспомнить какое-то слово, вы можете спокойно ставить фразовый глагол, люди вас поймут, и проблемы не будет. Больше на эту тему будет по ссылке в описании видео, маленькая статейка на эту тему, а также список, как всегда, фразовых глаголов, которые здесь в Юните встречаются с переводами и, по возможности, с синонимами. Итак, упражнение 6.1 меня сейчас интересует. Здесь надо фразовые глаголы, которыми изобилует вот это вот письмо. Их надо позаменять на вот эти вот слова, которые здесь вот в рамке, точнее, сейчас они будут в рамке. Итак, посмотрим, что же у нас здесь, и можно ли вообще писать вот в таком духе. Итак, dear Mr. James, thank you for your letter of 23rd May 2005, going on about the best service you experienced at this hotel. Итак, спасибо за ваше письмо от такой-то даты, дальше какое-то странное going on, ничего вроде не понятно, далее о плохом сервисе, который, ну, скажем так, с вами приключился в этом отеле. И вроде бы как странно стоит going on. Что это вообще такое? Это participle one, друзья мои, это не герундий. Это будет переводиться как сообщающий, то есть письмо от такого-то числа, сообщающие о плохом сервисе. Здесь нам об этом прозрачно намекает вот это about. Значит, нам нужно какое-то слово, которое нам покажет, что сообщающие, или рассказывающие, или повествующие, или там еще не знаю что. Итак, meet нам не подходит, continue нам тоже не подходит, complain, возможно, но я не уверена, respond remedy, investigate, achieve, по-видимому, complain, но я не уверена. Ладно, я пока это пропущу, идем дальше. I promise you we will look into the problem at once and get back to you as soon as possible. Обещаю, что мы расследуем, по-видимому, эту проблему сразу же и, по-видимому, свяжемся с вами так быстро, как это возможно. Здесь аж два фразовых глагола в одном предложении. Итак, первое, что меня интересует, это вот это. Look into the problem. Ну, проблем это дело такое, но если я встречаю look into, это расследовать что-либо. Это одно из его значений. Мы все помним прекрасно, что любой фразовый глагол имеет несколько значений. Ну, вот в данном случае это расследовать. Итак, здесь, по-видимому, будет investigate, и здесь я его поставлю. Вместо вот этого look into мне нужно поставить investigate. Ладно, далее у меня get back to you. Вроде бы как вернемся к вам назад. Как это? Че это такое? Здесь, опять же, ситуация в контексте. Очень важен контекст. Для фразовых глаголов очень важен контекст. Поэтому здесь, если мы встретим get back, и далее у нас будет to you, это примерно как обычно говорят на радио или на телевидении. Мы вернемся к вам после рекламы. Вот это из этой серии. Get back to you в данном случае. Свяжемся с вами. Связаться с вами. Почему back? Потому что связь уже как бы есть, и вот опять ответим вам. Вот здесь еще можно сказать ответить. То есть, как бы будет обратная связь. Вот что-то такое. Итак, значит, нам нужно какое-то такое связаться. О, есть слово respond. Я думаю, здесь оно прекрасно подойдет. Вот это как раз ответить. Respond. Ладно, едем дальше. Мы всегда пытаемся или стараемся соответствовать самым высоким стандартам сервиса. И если у нас не получается им соответствовать, или даже, не знаю, дотягиваться, что ли, до таких стандартов, то мы сразу же ищем возможности исправить эту ситуацию или наладить эту ситуацию, как угодно. Здесь у нас аж три фразовых глагола сразу. Значит, первое у нас go for. Это соответствовать. Итак, теперь посмотрим, что у нас такое есть. У нас мыть. В принципе, да, мыть вполне подходит. Я думаю, что go for the highest standards. Можно сказать, meet the highest standards of service. То есть, соответствовать самым высоким стандартам сервиса. Будет правильно. Опять же, следует оговориться, что go for, кроме как соответствовать, имеет еще миллион значений. Далее у нас так, have failed. И далее у нас интересное выражение вот это. Leave up to. И дальше чего-то. Something, something. И вот здесь мы видим интересную вещь. По большому счету, leave up и go for являются почти что синонимами. Я говорю почти что, потому что go for, ну, что ли, более активен. То есть, это больше стремиться к высоким стандартам. В то время как leave up, это больше соответствовать. Оно такое более статичное, что ли. Далее у нас наблюдается интересная картина. Leave up. Это почти то же самое go for. И, честно говоря, вот это мыть, оно прекрасно бы подошло и к leave up. Но я не уверена, что здесь можно ставить два варианта. Посмотрим, что у нас еще есть. У нас есть achieve. Поэтому я думаю, что achieve подойдет к leave up, а мыть подойдет к go for. Но по большому счету, опять же, они в данном случае, они почти синонимы. Поэтому и achieve, и мыть могут спокойно поменяться местами. И achieve может быть вместо go for, а мыть вместо leave up. Я так и напишу, что leave up, это почти равно, это не совсем равно, но где-то оно приближается. Leave up to something, something. Обратите внимание еще на то, что leave up употребляется обязательно с to. Ему нужен еще один предлог. Тогда как go for обходится одним предлогом, ему этого достаточно. Как и по мне, go for удобнее. И едем дальше. Далее у нас sort out. Sort out мы уже встречали. Это урегулировать, разобраться, наладить и все такое. Скажем так, наладить ситуацию. Я напишу наладить, это не очень красиво. Разрулить, можно сказать, решить вопрос тоже, как вариант. Ну, наладить просто более короткое. Итак, что мы здесь имеем? Мы имеем complain, нам это не подходит, continue, у нас есть remedy. Вот это прекрасное слово. Вылечить ситуацию, ну, как бы так. Ну, по большому счету, ее разрулить или решить эту ситуацию. Ладно, посмотрим, что у нас дальше. Meanwhile, we hope you will go on making Maramana или Maramana Hotels your first choice for all your business and leisure travel. Тем не менее, мы надеемся, что вы дальше будете продолжать выбирать отели Maramana для ваших бизнес-поездок или командировок, а также поездок в отпуск или для отдыха. Короче говоря, у нас здесь go on. И go on мы все знаем. Это у нас явное continue, продолжать. И теперь можно вернуться к предыдущему. Обратите внимание еще на одну особенность. Go on по сути здесь выступает в двух ролях. С одной стороны go on это продолжать. Вот, пожалуйста, что такое фразовые глаголы, насколько много у них значений. Продолжать с одной стороны, а с другой стороны также go on. Здесь просто он стоит в винговой форме, но это совершенно было не обязательно. Это просто частный случай. Излагать, повествовать и все такое. И здесь письмо, как бы повествующее о плохом сервисе. Ясно, что мы так не говорим. И поэтому здесь будет слово complain, точнее complaining about. About здесь сохранится. И оно не будет вылетать. Going on будет вылетать. Теперь, какая из этого мораль? Можно ли так писать деловое письмо? Нет, нет и нет. Ни в коем случае. Один фразовый глагол, ну, максимум два фразовых глагола, но никак не по два фразовых глагола в одном предложении. Это уже чересчур, это перебор. Далее, если уже отвлечься от темы, то в деловом письме желательно не ставить или по возможности избегать, если это возможно, личных местоимений. Иногда это не получается, но по возможности, уж тем более I, желательно не ставить ни в коем случае. Итак, посмотрим, что у нас такое 6.2. Now do the opposite with the sentences. Так, здесь теперь надо наоборот, то есть заменить фразовыми глаголами обычные глаголы. Ну что ж, попробуем. Я умышленно не хочу сейчас переводить вот эту рамку, вот эти вот глаголы, которые здесь в списке, потому что если переводить отдельно от контекста, их можно перевести двумя, тремя, четырьмя вариантами каждый. И при этом еще и не угадать, в каком варианте они будут в предложении. Поэтому я не хочу на это тратить время. Посмотрим в контексте, что мы имеем. Итак, первое. Итак, побудешь ли ты с тетей Элзи, пока я пойду и приготовлю детям ужин? Здесь можно сказать позаботишься. Это будет самый лучший вариант, хотя тоже не очень звучит. В любом случае, attend to у нас явно перекликается с look after. Позаботиться. Это не значит, что тетя Элзи обязательно там какая-то немощная и все такое. Это в том смысле, что побыть с ней, развлечь ее там, побеседовать с ней и все такое. Ладно, далее второе. He explored the subject in great deal in his lecture. Он исследовал предмет очень глубоко, скажем так, в своей лекции. То есть в своей лекции он глубоко там исследовал предмет. Итак, что нас здесь интересует? Нас интересует explored. И я не зря говорю об исследовании, о копании глубоко. Именно глубоко копать здесь как раз и подходит. И здесь нам подойдет go into. То есть глубоко исследовать что-то. Если дословно закопаться вовнутрь. Или же проникнуть вовнутрь предмета. Очень, кстати, образное такое слово, хорошее. Потому что explored оно такое, ну, немножко безликое. Далее третье. Когда президент умер, его сын взял на себя, скажем так, титул великого лидера. Нас, естественно, здесь интересует assumed. И я думаю, что это будет take on. И едем дальше. Четвертое. Мне она нравится. Ты считаешь, что мне следует пригласить ее куда-то сходить со мной? Итак, значит, опять же, здесь нас интересует уже целая фраза. Invite her to go out. В принципе, здесь уже стоит фразовый глагол. Но нам нужно его чем-то заменить. Итак, invite to go out. Значит, здесь можно ориентироваться на out. Вот, значит, что-то такое похоже и будет. Так оно и есть. Ask out. Вот оно. То есть получится так. I should ask her out. Далее. During the war, he defected to the enemy's side and was killed in action. Во время войны он перешел на сторону противника и был убит в бою. Нас интересует вот это слово defected to. Тоже обратите внимание, употребляется с предлогом. Итак, перейти на сторону чью-то и все такое. Что у нас может быть? У нас будет вот это. Go over to. То есть, опять же, если применить образность, то вот одна сторона. И go over у меня, в принципе, это очень логично. Физически это тоже. Переходить. То есть на другую сторону. Как перелазить через забор, переходить через мост и все такое. А далее следующее. She purchased all the shares in the company in 2004. Она выкупила все акции компании в 2004 году. И здесь явно будет buy up. Нас интересует вот это. Здесь можно было бы даже сказать, she bought up, поскольку здесь прошедшее время. She bought up the company. Она выкупила компанию. В принципе, можно было бы сказать, she bought up all the shares in the company. Тоже было бы правильно. Выкупила акции. Но, возможно, компания не является акционерным обществом. Кто его знает, здесь уточнение будет, что выкупила акции, поэтому выкупила компанию. Но если я не хочу это уточнять, я могу просто сказать, she bought up the company. Это будет правильно. Далее седьмое. Местная газета опубликовала историю о странном животном, которое видели в городском парке. Нас интересует вот это published. Здесь у нас будет put out. Put out – это издавать, выпускать в свет. Книгу, фильм, альбом, допустим. Или же, как здесь, статью, историю. Далее восьмое. Я думаю, что я заеду к бабушке по дороге домой с работы. И здесь у нас будет довольно громоздкая структура. Вот это маленькое слово «вызить» у меня будет заменяться на вот это. «Calling on». То есть Вот так вот. То есть, ну, судите сами, насколько этот фразовый глагол удобен. Далее девятое. Сделка развалилась в последний момент. Или, можно сказать, не состоялась. Это из тех глаголов, которые нетрудно догадаться. Если посмотреть, у нас осталось get by и fall through. Естественно, здесь будет fall through – провалиться, по большому счету. И речь может идти, допустим, провалился агент, провалилась операция какая-то, провалился заговор, в конце концов. Ну и вот сделка развалилась, тоже может быть. Далее десятое. «I managed to survive on about 50 euros a day when I was traveling». Я мог жить примерно на 50 евро в день, когда я путешествовал. И здесь, конечно же, интересен to survive. И здесь будет get by. То есть перебиваться, выживать. Именно выживать, а не жить уже. То есть здесь они полные синонимы. Особенно, если речь идет не вообще о выживании в дикой природе какой-то, а о выживании на сумму денег, на данный доход. Здесь очень подходит get by. По большому счету get by – это обходиться чем-то. И, пожалуй, здесь я остановлюсь. Это были два упражнения. На очереди будет еще два, но это будет во второй части. Ссылка на скриншот страницы, если у вас нет книги, будет ставить в описании видео, равно как и ссылка на список фразовых глаголов, которые в этом юните присутствуют. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.